Удалим Привет всеми дорогие друзья У нас какие-то технические проблемы возникли Не знаю чем они связаны Какие-то заходы, переходы Не совсем все получалось Поэтому произошла такая задержка Уж простите Я пытался, пытался Кое-как Вы же помощью зашли Сейчас сделаю ссылку Вас тоже прошу поделиться нашим эфиром Или поставить класс Чтобы у вас отобразилась В вашей ленте Я сейчас поделюсь этой трансляцией Потому что уже некоторые параллельно Начали писать Ссылка копировать Что-то название какое-то глупое Школа ДДТ Назвала Сам себя назвал Школа группы ДДТ Наверное Потом переименую Чтобы опять ничего не мудрить Ладно Все, мои дорогие Тихий звук Буду говорить громче Сейчас Я тут сразу Ну, здесь хорошо Так Вот пишут просто в чате Что тихо слышно Вот Сейчас здесь Так Тихий звук Напишите Слышно, не слышно, мои дорогие Еще раз Кто у нас в одноклассниках Да, в одноклассниках Чтобы я видел Так Все Есть тоже Что за школа ДДТ Я вообще не понятно Ну ладно Да даже забавно где-то Я бы сказал Бывает же в жизни Огорчение Все Слышно Так Ну, все, мои дорогие Ну, у меня тихо Сделайте У кого Слышно Вот слышно хорошо Ирина Моя сокровище Сделайте звук у себя На телефоне Погромче На чем с вами Общаться Еще раз Прошу прощения Что немножко задержался Делаем обычно мы Некоторые батюшки Трансляцию С Приложения Одного Который на нескольких Соцсетей Ведет эту трансляцию Но, к сожалению Какой-то сбой Произошел И поэтому Не получилось Так, как хотели Ну, пусть будет так Добрый вечер Добрый вечер Еще раз приветствую Сегодня воскресенье Малая Пасха С вами священник Константин Мальцев Руководитель проекта Батюшка Лав Батюшка Любовь Мы говорим с вами О любви к Господу Ну, и, в первую очередь Господа К нам И как Найти Эту Взаимосвязь Давайте Все-таки Вера Присоединилась Раз вас видеть Давно не видел Поговорим о Иванское чтении Которое мы Сегодня Которое я хотел бы Сегодня Почитать Оно очень Интересное Я его Скажем так За параллелью Если можно так выразиться С сегодняшним днем Как это можно Ассоциировать Ну, давайте Все-таки Ну, привет, батюшка Ну, привет Тут все Приветствует Читаем Значит Евангелие от Луки 17-я глава 12-й 19-й стих Как жениться Я отвечу на все ваши вопросы Позвольте мне сначала Основную тему Рассказать А потом уже отвечу на ваши вопросы Немножко терпения Читая Евангелие И когда вошел в одно из селений Встретило год Десять Человек Прокаженных Которые Остановились Дали И громким голосом Говорили Иисус Наставник Помилуй нас Увидев их Он сказал им Пойдите Покажите Священникам И когда они пошли И очистились Один из них Видя Что исцелен Возвратился С громким голосом Прославляя Бога И пал Ниц К ногам Лицом Немножко отвлекся Видя Что исцелен Возвратился И громким голосом Прославляя Бога Благодаря Его Это был Самарянин Когда Иисус Тогда Иисус Сказал Не десять ли Очистились Где же девять Как они Не возвратились Воздать Слава Богу Кроме Сего Иноплеменника Сказал ему Встань Иди Вера твоя Спасла Тебя Вот такое Иванское чтение У нас сегодня На самом деле Эта ситуация Неединичная Довольно Частая Когда Люди Не допонимают Что много Милости Господь В их Исцелении Делает Как-то уже Я рассказывал Из одного Эфира Скажем так Случай Который Сопряжен С этим Иванским Чтением Оно часто Довольно Читается Ребята Кто в скайпе Вы меня Слышите Да Хорошо У нас Еще ребята В скайпе Группа Поэтому Они будут Тоже Нам помогать В общении Некоторые Из них Молодцы Бы Я сказал Приготовили Вопросы Вот Поэтому И Поотвечаем Еще На их Значит Давайте Ситуацию Для меня Вообще Это Иванское Чтение Было Дилемма Господь Исцелил Десять Человек Те Пришли К священникам Показались Те Констатировали Факт Да Вы исцелены Одна из причин Почему Господь Посылает Их К священникам К тому Что Если священник Как авторитет Скажет Что да Они очистились То и остальные Из уважения Послушания И будут С ними Общаться В том числе То есть Как свидетели Так же Как сегодня Священник Свидетель На исповеди Перед Богом О покаянии Человека Но Вопрос в чем Ведь Десять Очистились И мы слышим Что Господь говорит Где девять Остальные Ведь они Тоже Исцелены Почему Они не вернулись И не поблагорели Господа Возникает Вопрос Очень правильный Почему Эти девять Человек Кроме единственных Кто вернулся По благове Бога Не увидели Что Их Не увидели Своего Исцеления Не увидели Того Как их Господь Исцелил Почему Рассказываю Случай Который Был в практике Моей Священнической Значит Как-то я Пришел в больницу И увидел Одну Женщину Которая Была Ну она В принципе Больна Болезнь ее Прогрессировала Я бы так сказал И Врачи говорят Что состояние Будет хуже Хуже Тут По сути Ничего Хорошего Не ждите Я увидел Ее Подержал Она ходила В храм Где я раньше Служил Помазал ее Маслечком Кратенько Мы с ней Помолились И вот Через Там Недельку Полторы Я опять Пришел в больницу Там встреча У меня с Головрачом Была И я ее Увидел Смотрю Она прямо На поправку Пошла Я говорю Ну давайте Может еще Кратенько Помолюсь Помолились Маслечком Помазал И опять Какой-то Период И вот Через буквально Дни пять Ну может быть Неделю максимум Я прихожу И ее выписывать Собираются Я говорю Как я рад за вас Вы пошли на Поправку На что Она сказала Вы знаете Батюшка Вот врачи Молодцы Если бы не И болела Так же бы Они столько Приложили усилий Я говорю Может быть И вопрос такой задаю А может быть И Господь Вас уврачевал Мы молились Врачи Безусловно Молодцы Тут никто Не отрицает Что каждый Должен Выполнять Свои профессиональные Обязанности Свой долг Но Может быть Господь Еще у вас Подкрепил Врачевал Да нет Вы что Батюшка Тут Только На врачей Можно было Надеяться Вот эти Девять Прокаженных Они Исцелились Только Они Не Сказали Как ребенок Спасибо Господу Который Исцелил Их Они Возможно Остались Тем же Неблагодарными Эгоистами Которые Потом Кричали Распни Распни Его А самарянин Который Испытывал Не только Немощь Вы помните Что самаряне Были в презрении У евреев За такое Вероотступничество Определенное Он испытывая И духовную И физическую Потребность Боге Необходимость Он пришел И возблагодарил И захотел Дальше быть Со Господом Вот так вот Сегодняшнее Иванское чтение Может быть Сопряжено С Реалью Наших дней Ну Вот такое У нас сегодня Иванское чтение Если есть вопросы По этому Иванское чтению Я с радостью Отвечу А пока Начну Отвечать На вопросы Которые Начали писать Я вот Подумал А может быть Эта женщина У нее была Слабая вера Что она Как бы По большей части Врачей Благодарила Врачей Помогилась Может быть У нее не было Такой Большой силы Веры в Бога Что она Так как бы Если она Сказала Что нет Это врачи Ну Может быть Маловерие У нее Безусловно Было Но Надо сказать Что эта женщина Достаточно Часто ходила В храм И И не один год Скажем так Поэтому Тут сказать Что она Не верующая Была Как-то Хочется Все-таки В это Не верить Чем верить Ну В принципе Я ее не сужу Но Как подтверждение И ответ Мне на Иванское 9 Не вернулось Вот этот случай Явно Показывает Что Не всяк Видит Промысл И любовь Божию В своей жизни Так Ну что Я начну По немножко Отвечать А потом Ребята Вы подключитесь Хорошо Как Живел Как Живел Спасибо Господи Добрый вечер Отец Святой Ну Не святой Стремлюсь Конечно Как каждый человек Святости Что такое Святость Это Приближение Все больше И больше К Богу И конечный итог Царства Небесного Когда мы с Богом В раю Что делать Если ты Отец Кто верует Бога Ведь он Кого Отрицает Бога Говорит Что его Нету Зачем Отрицать Того Кого Нету Или Отвергать Или еще Каким-то Образом Поэтому Если вы Хотите Чтобы я Сказал Что Живите Дальше Так В безбожной Безверии Не скажу Потому что Мне хочется Чтобы У вас Была На сердце Радость От того Что Вы Нет Обезьяны Произошли Нет От Большого Взрыва Которые Тоже Должен Быть Благодаря Каким-то Элементам И детонации Кто-то Их Соедини Должен Эти элементы То есть Нет Абсурдно Абсурдного Научного Мира Ходится Чтобы мы Понимали Что Мы Божие Творение Поэтому Мо Рано Призываю Вас Приблизиться К Богу Дальше Здрасте И вам Здрасте Можете Дать Мнение Насчет Одной Ситуации Пишите Батюшка Я Вам Хочу Тут Исповедоваться Здесь Исповедоваться Не получится Давайте Сразу Определимся Что Такой Исповедь А что Такой Исповедальная Беседа Вот Исповедь Это Таинство Которые При Котором Священник В Облачении Скажем Так Как Минимум Епитрахиль Да С Поручами Когда Ты Просишь Прощения У Бога О своих Грехах А священник Властью Ему Даны Прощает Разрешает Но в первую очередь В молитве На исповеди Священник Ты Господи Прости Разреши Да А потом Властью Мне Даны Прощай Разрешаю Понимаете В первую очередь Господь Разрешает Прощай Вот А Исповедальная Беседа Когда Ты На этой Беседе Она В принципе Тоже Я надеюсь Для каждого Священника Кондифициальный Безусловно Ты не имеешь Права Разглашать А вот Исповедальная Такая Беседа Когда Какие-то Ты Проблемы Свои Может быть Даже Грехи Раскрываешь Перед священником Чтобы Услышать Его Совет Или Частное Мнение Вот Вопрос Чем Отличается То есть Исповедальную Беседу Он может Как-то Поделиться Женой Сказать Ты знаешь Твой муж Обеспокоен Этим Грехом Ты Помоги ему Пожалуйста Справиться Поддержи Или Жена Начинает Что-то Мудровать И ты Говоришь Мужу Мой дорогой Помогите Друг другу Друга Тяготы Носите Вот То есть Исповедальную Беседу Как пример Можно Разглашать А уже Само Таинство Исповед Не имеет Права Священник Разглашать Так Он Вообще Нас читает Читает Только Нужно Было Потерпеть Пока Я дойду До Ваших Вопросов Да Вот У нас У вас Мерса Нет Нет У меня Хюндай Никогда Ничего Не скрываю Относительно Ни зарплаты Ни машины Но В машине Благодать Не заключается Как найти Во скайпе Сейчас Напишу Сейчас Секунду По английски Надо Забить Вот так М К С Точка Оп Дальше Пошли Так Так Здравствуйте Батюшка Приветствую Так Вор Привет Вор Ты Останешь Ну Как покаяться Так Контрацепция Это грех Вообще Есть Разная Контрацепция Есть Которая Абортированная Это Для аборта Безусловно Это Недопустимо Есть Скажем так Если можно так Назвать Профилактическая Но И Ей Не стоит Скажем так Пользоваться Должно быть Благоразумие А не Животный мир Вот Промотал Все вопросы В одном Гонавирусе Кстати Вопрос Поступил В скайпе Для чего Рождаются Те люди О которых Господь знает Что они Не спасутся Еще раз Для чего Рождаются Те люди О которых Господь знает Что они Не спасутся Хороший вопрос Но Сразу Наводящий вопрос А с чего Вы решили Что они Не спасутся В православии Нет предопределенности Как допустим В буддизме Ты грешником Родился Грешником И умрешь Ты праведником Святым Родился Святым И умрешь Господь Дает Каждому Человеку Чистую Душу У младенца Да Мы Во грехах Рождаемся Как читаем Псалмик Да Во грехах Родим Мать Моя Но Каждый Человек Может Стать Святым Без Исключения И Господь Дает Возможность Каждому И творить Добродетели И Кайца Своих Проступках Нету Такого Что Господь Знает Что кто-то Не спасется Он знает Скажем так Жить Человека Как он Будет Скажем так Ну К примеру Да Вот Если у нас Три тропки Да Не Одна тропка Которая Разделяется Да Там На север Пойдешь Прямо Пойдешь Там Направо Направо Налево Да Помните Как в сказке Вот Господь Нам Дает Свободу Выбора Какую Тропка Идти Но Потом Дает Второстепенные Тропки Чтоб Ты Вернулся На Правильную Через Покаяние Через Какие-то Жизненные Обстоятельства Ну Вот Идешь Ли Ты С помощью Этих Узеньких Тропок На Правильную Или Нет Это Зависит От Тебя Господь Каждому Дает Возможность Стать Святым И Спастись Без Исключения Господь Прежде всего Дает Свободную Воль Конечно Безусловно Безусловно По Свободе Выбора Поэтому Это Абсурдно Что Господь Зная Что Человек Не Спасется Дает Ему Жизнь Нет Он Дает Для Того Чтобы Он Пришел И Претерпел Крестные Страдания И Воскрес Для Того Чтобы Человек Спасся А Не Для Того Чтобы Погубить Вспомните Слова Христа Я Пришел Не К Праведникам А Грешным На Покаяние Я Пришел Не Как Врач Вернее Не Нужен Здоровому Врач Нужен Больному И Господь Пришел Чтобы Исцелить Нашу Немощ Душу Духовную Душевную И Телесную А Уже Здесь Мы Должны Приложить Усилия Для Этого Исцеления Ответил На Вопрос Да Так Давайте Я Немножко Пролистал Тут Случайно Так Не Надо Так А Забыть Так Секунду Это Будет Китай Да Тут У нас Интересные Ребята Нашлись Которые В карты Играют В прямом эфире Что Значит Эфир Сегодня Так Спонтанно Автоматически Почему То Назвался Ну Я Естественно Его Переименую Так Священники Служители Божьи Проповедники Царство Небесное В принципе Правильно Так Что Некоторые Тут В карты В прямом эфире За ним Играют Как Бесы Себя Проявляют Ну Вот Как Вор И Серж Вот Так И Проявляют Когда Говоришь О Боге Они Занимаются Противоположным Деланием Что Такое Карты По Большому Счету Да Карты Думали Иудеи Чтобы Глумиться Над Страдаем Христа Ну Крест Это Крест На котором Господа Распяли Да Допустим Пика Это Копьем Который Пробили Ребро Христа Буба Это Гвозди К примеру Страдаем 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 Губкой На котором Которая Была Пропитана Уксусом И водою Ну Поэтому Противоположно Почему И на Картах Гадают Потому Что Это Анти Христианский Скажем Так Анти Божественно Вот Ну Поэтому У нас тут Ребята Так И зашли Так Не греши Сын мой Ну Давайте Пока Мата нет Мы их не будем В бан Отправлять Ну Как только Начнут Матом Ругаться Мы тогда Отправим В бан Так Оказывается Совсем Не нужно Купание В проруби Главное Используйте Причасти И модно Можно Наверное Попить Святой воды Можно И так Так Пишите За ошибку Ничего страшного Так Детский Драматический Театр Наверное Может быть Так Так Ирина Владимировна Можно Мозги иметь У нас У нас Тут Зашли Эти Самые Хейтеры Как называют Тролли Тролли Повышает Комментарии Но Уменьшает Смысл Общения Можно Можно В брюках Заходить В храм Можно Но Желательно Все-таки В юбке Если Вы Зашли В штанах Ну Я надеюсь На это По крайней мере Есть такие Юбки С запахом То есть Вы Заворачиваетесь В них Как бы Сверху Штанов И Пожалуйста Так Дальше Так Очень Горус Друзья Кто Подключился К эфиру Вы Можете Задать Вопрос Нормально Без Комиксов Да Это Глупые люди Но не обращайте На них Внимания Чем больше Комментариев Тем больше Людей Видят Эфир Поэтому Пока Мата Не будет Пусть Себе Переписывается Я найду Тот Вопрос Который Я смогу Ответить Так Сидите Тихо А ты Сегодня Учишься На Калидует Ты Сдохнешь Завтра Ну Вот Первый Пошел В бан Так Здрасте Батюшка Константинец Задолбала Уныние Раздражение Врачи Говорят Климакс Как Разобраться Вдруг Душа Оскорбит Ну Хотя бы Задайте Вопрос Себе Когда Вы Последний Раз Исповещались Когда Вы Делали Какие-то Сугубые Добродетели Почему Потому Что Как Мы Читаем В Евангелии Вера Без Добрых Дел Мир Вы Давно Делали Какие-то Хорошие Такие Значимые Добродетели Не только Бабушку Через Дорогу Перевести А какие-то Более Серьезные То Значит Вера Ваша Оскудевает Она Слабее Значит Нужно Потрудиться Чтобы Ее Подкрепить Вот Поэтому Тут Исповедь Причастия И Добродетель Вот И рекомендую Всегда Когда Наступают Какие-то Депрессии Пить Витамины И читать Акафищу Слава Богу За все Потому Что Много Вообще Что Такой Суть Депрессии Уныние Это От гордыни Что Я Такая Хорошая А меня Недолюбливают Недооценивают Поэтому Читаем Слава Богу За все За все В тебя Господи Благодарю За радости И скорби Вот Зашли Вот эти У нас Тролли Ну Молодцы Зашли Пописали Несколько Комментариев Подняли Скажем Своими Комментариев У нас Какой-то Немножой Но Топ На всем Нужно Хорошего Пусть пишут Мир Дому Вашему С миром Принимаем Со Святым Вечером Честные Очи Благослови Бог Благослови Твоим Отцом Семь Стогодуха Барух Адонай Аллах Аллах Слава Богу Игорь Я тебя Тоже Приветствую Так Дальше Это Грех Или нет Я Ответю Приветствую Все Приветствую Большое Спасибо Слава Боже Так Ну Здесь На Чате Пока Пишут Вопросы Больше Нечего Прочитать Друзья С Скайпа Задавайте Свои Вопросы Сейчас Вопрос Пишется У нас Где Моя Красота В Скайпе Которая Приготовила Четыре Вопроса Да Вот Пишет Вопросы Так Пусть Задай С Голосом Че Мы же Можем Ее Слышать А вот У меня Тебя Вот Она Написала Откуда Приходит Душа Перед Зарождением К Человеке Душа Безусловно Это Частичка Божия В нас Как вы Помните В лицо Адама Господь Вдохнул Дыхание Свое И тело Его Ожило Скажем Так И Естественно Душа Зарождается Вместе С зарождением Тела Как только Соединились Клеточка Мужская И женская Зарождается И Тут же И душа Потому Что Тело Как мы С вами Понимаем Как Как только В теле Нету Души Значит Это Труп Правильно По сути По сути Да Значит Если Клеточка Мужчина И женщина Соединились И произошло Зачатие И ребенок Начинает Развиваться Значит Уже Зародилась И душа Все Ее дал Бог Клеточки Соединились По природе Скажем так Человеческой А душа Дана Богом Ответил Да О Еще Спасибо Давайте Следующий Вопрос А я Пока Пока Прочитаю Что здесь Написали Если Человек Состоянно И уже Терпеть Терпится Смирение Человек Другой Уже Престарелый Не болеет Заболел И такое Раздражение Аж страшно Как его Поддержать Вы знаете Я Когда Начинаю Редко Но метко Хандрить Я Несколько Раз Жизни Смотрел Фильм Страсти Христовой Он Жесткий Конечно Фильм Я Безусловно С этим Согласен Но Он И В частности Шоковая Терапия Я Думаю Что Посмотрев Этот Фильм Ты поймешь Уже Богу Было Гораздо Тяжелее Чисто По-человечески Чем Тебе Ну А Если Не Совсем Такую Жесткую Пищу То Можно Посмотреть Замечательный Диалог Бога С Душою Александра Свирского Нет Не Александра Свирского Секунду Серафима Вырицкого Вспомнил Серафима Вырицкого Диалог Бога С душою Замечательное Видео У меня Вконтакте Посмотрите Там Их Несколько Бывает Подборок Но Мне Больше Всего Нравится Которое У меня Видео Я Себе Добавил От Меня Это Было И Вы Поймете Что Господь Во всем Всегда С тобой И Поэтому Как Поддержать В первую очередь Молитвой Добрым Словом Каким То Делом И Конечно Дать им Возможность Отрезвиться Так Это Правда Я такая Хорошая Меня Не ценят Спасибо Батюшка Вы Меня Прям Чувства Привели Не думала Что Это От Гордыни Там Самого Есть Гордыня Я Ведь Не Свят Ну Безусловно Все Боремся Для чего Чтобы Быть И Добрым Примером И Скажем Так Послушным Чадом Божьим Вот Давайте Как обычно Договоримся Если Я Ответил На вас Вопрос Нажимайте Пальчик Как Лайк Для того Чтобы я увидел Что вы услышали Как минимум Мой ответ Стоит ли Общаться С людьми Которые Завидуют А если Они Безобидные Скажем Так Завидующие То Общайтесь А если Они Начинают Какие То Вам Делать Козни Скажем Так Есть Такое Выражение Не Давайте Соблазна Ищущим Соблазну То есть Как бы Что им Доброго Не говорили Как бы Не пытались Успокоить Душу И Разум Они Все равно Со Злобой Будут Пытаться Вам К примеру Колеса Или Поцарапают Машину Значит Оградите Себя От этих Людей Чтобы Лишний Раз С ними Соприкасаться Не Давайте Соблазнущийся Соблазн Но Я Как Более Менее Вменяем Из Завидующих Так И О таких Нужно Молиться Господь Скажет Молитесь О врагах Ваших Поэтому Владимир Отвечаю Вам Вот Таким Образом Поступать Вижу Вы Нажали Пальчик Значит Вы Слышали Меня Так Я Атеист Александр Пишет А я Православный Чего и Вам Желаю Спасибо 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 Как Вы Правы Во Всем Так Все Понятно Объясняйте Наставляйте Во Слава Боже Вот Ребята Давайте Свой Вопрос Пока Люди Пишут Неужели Господь Допустит Вечные Мучения Людей В аду Все Написано В Священном Писании В книге Откровения Иоанна Богослова Все Уже Рожеванно Написано Уже Последнее Второе Пришествие Христа Будет Уже Однозначно И Человек Уже Сегодня Знает О этом И Человек Чтобы Не иметь Вечные Муки Он Может Их Не Допустить От Самого Человека Зависит Хочет Ли Он Этих Страданий Или Хочет Спасения И Радости Пребывания С Божьем Но Если Он Сам Этого Не Хочет Но Кто Его Лишает Этого Никто Вы знаете Мне Сегодня В директе В инстаграме Один парнишка Задал вопрос Вообще Очень Каверзный Вопрос Но Если Хотите Я Отвечу Сразу На него Напишите Плюсик В чате Кто Хочет Чтобы Я Рассказал О чем Он Спросил Ребята Скайп Хотите Не Хотим Хотим Значит Вот Такой Каверзный Вопрос Мне Задал Кто Сотворил Ад Бог Или Нет Конечно Это вопрос Такой Ловушкой Если Я Говорю Да То Получается Господь Сотворил Такое Где Люди Страдают То есть Его Творение Даже Не люди А души Людские Правильно Значит Он Не во всем В нем Так идеально В Боге Получается Да Давайте Теперь Проведем Символизм Такой У нас Есть Тюрьмы Есть В них Люди Какие Сидят Которые Хотели Мирно В любви Со всеми Жить Или Нет Давайте Представим На секунду Что Мы Все Тюрьмы Запретили Строить И Те Кто Сидят Сегодня В тюрьме Мы Их Выпускаем Что Начнется Это Будет Анархия Начнется Ад На земле Ад На земле Начнется Что Тогда Нам Остается Делать Их Вернуть В тюрьму Для До Их Благоразумия Или пока Они срок свой Не отбудут В этих Местах Не столь Отдаленных Начнем Давайте Теперь Переведем Сюда Параллель То есть Нам на земле Нужна Тюрьма Для того Чтобы Как минимум Законопослушные Люди Жили В спокойствии Если Проведем Параллель Духовную Для Того Ангела Который Впал В грехопадение Да Первого Ангела Деницы Для него Нужна Была Тюрьма Чтобы Он Более Кому Правильно Хотя Все равно Он Он Попытался И К сожалению У него Получилось То есть Он не сам Бога Скажем так Второй раз Предал А через уже Творение Божия Человека Которому Дана И вот Как к тюрьму Лукаву Дан был Ад А кто Не хочет Жить В Единении Вли С Богом Они Также Идут В эту Тюрьму Туда Не гонят И специально Не заставляют Никто Не подставляет Поэтому Получается Ад Возник От Безысходности Если бы Не было Скажем Деницы Не было Было бы У нас В реалии Преступников Скажем так Воров Убийц И тому подобное То не было И кюрьму Вот вам И ответ На этот вопрос Да кстати Бывает Что некоторые Преступники Совершают Преступление Попадают В фигму А потом Они опять Выходят Порой Даже бывает Что человек Выходит Ненадолго На один день А то может И меньше Совершает Новое Преступление И начинается Все заново И вот так До бесконечности Все время Повторение Одного и того А то может Еще и более Тяжко Бывает Бывает Ну вот Вам ответил Немножко Такой Каверзный Вопрос Но тем Не менее Так Давайте Почитаем Что ты спрашиваешь Можно ли Вопрос Можно Батюшка Нет сил Вычитывать Вечернее правило Можно ли Кратко Просто Учинаш И 50 Псалом К сожалению Наизусть Других Молит Не знаю Можно Объясняю Почему Нам не нужно Делать Галочку Богу Одолжение И галочки Не нужны Потому что Вы для галочки А С Богом Толком И не пообщались Кому Вы пользу От этого Сделали Это Знаете Можно провести Символизм Такой Есть таблетки Которые Пустышки Называются У тебя Болит Голова Ты открыл Пачку На ней написано Грубо говоря Бисептол Или там Спазган От головы Спазган А на самом деле Это Эти таблетки Это не Спазган Это пустышка Это мел И ты их Наглотался Тебе Или В лучшем случае Поможет Самовнушение В худшем случае Ничего не поможет Вот если Вы для галочки Протрындели Бессмысленно Без любви К Господу И к своей душе Молитвы Вы наелись Мело А если Вы хотя бы Несколько Молитвы Со всей Любой К Господу Прочитали Господь Вернее Святые Отцы Говорят Кто верен В малом Тот верен И великом Сегодня Сегодня Мы по немощи Прочитали Быстро 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 Хотим Все Молодцы Не Ну я ж не могу Сам с собой Общаться В конце концов Я ж должен Понимать Что у кого Надо Не надо Интересно Не интересно Значит Один старец В монастыре Стоит Молча У образов И никогда Ничего не Произносит И вот Молодые Монахи Подходят И говорят Что ты Что ты Делаешь Я Говорят Слушаю Бога Нет Я Говорят Общаюсь С Богом И что Ты ему Говорят А что Ты Решил Что он тебя Слышит Он Меня Слышит Потому что Я сердцем С ним Беседую А что Он тебе Говорит Он Ничего Не Говорит А как Ты Понимаешь Что Бог Тебе Отвечает Я Чувствую Его Сердцем Потому что Без Него Я Жить Не Могу Поэтому Понимаю Что Он Со Мной Беседует Поэтому Параллель Этой Притчи Можно Привести Как Мужа И Жены Когда Понимает Без слов А с полувзгляда Есть такое В жизни Есть Вот так И в духовной Жизни Иногда Тебе Достаточно Поднять Глаза На Образ Божий И ты Понимаешь Что Господь Здесь И он Тебя Любит А ты Бестолочь Который Его Не Слушаешься И Гришиш Так Пойдемте Дальше Написано Лев В Старом Завете Что Нельзя Кушать Свинину Опять Вопрос Подковыркой Задает Вопрос Ислам Предполагаю Что Это Вопрос Скажем Так От Брата Который Исповедует Ислам В том числе Отвечаю Безусловно Не о самой Свинине Написано А написано О чистом И нечистом Животном К нечистым Относились В том числе И свинина Свини вернее Но Мы также Помним Когда Господь Отменил Этот запрет В частности Это видение Апостолу Павлу было Когда Нужно было Вкушать А вкушать Более Нечего Было Только Такое Это Первый Момент Даже Второй Момент Это Второй Момент А вообще Животных Вообще Не кушали До Всемирного Потопа После Всемирного Потопа Уже Было Дозволено Вкушать Животных Но Опять Таки Там Была Разница Опять Таки На Чистое И Нечистое Надеюсь Ответил Ислам На Ваш Вопрос Батюшка Константин Не хочу Подпитать Не хочу Подпитать Вашу Гордыню Но Вы Замечательный Добрый Батюшка Спасибо Господи Благодарю Так Светлана Наш Батюшка Константин Очень Добрый Но Если бы Не Пал Ангел Не было бы Ада Это Сделалось Потому Что Он Пал Да В принципе Да Понимаете Всему Своё Место Должно Быть Ад Это Что Такое Вообще Ад Давайте С духовной Стороны Посмотрим Ведь Ад Может Быть И На Земле А ну Давайте Ребята В скайпе Как Вы Понимаете Ад На Земле Вашем Вашем Осмыслении Ну Наверное Ад На Земле Это Война Люди Изничтожают Друг Друг Убивают Как Вариант Да Еще Что Ад Это Вот Есть То Что На Земле Это Ад Я Так Считала Раньше И Ад Еще Когда Вообще По сути Все Катаклизмы Случаются Которые Случаются Там Землетрясения Всякие Наводнения Пожары Ну Так Может Быть Может Быть И Так Еще Какой Вариант Вот Еще Вариант Ну Наверное Вообще В целом Когда Все Гибнет Вот Смотрите Это Не Разглашение Исповеди Потому что Вы Не Знаете О Ком Я Говорю Я Вам Расскажу Один Случай Шоковый На Сам Деле Готовы Услышать Ну Давайте Вот смотрите Вы Сейчас Поймете Что для Этой Девочки Наступил Ад На Земле Одна Девочка Пришла На Исповедь Естественно Вы Не Знаете Кто Поэтому Это Не Разглашение Исповеди Это Пример И Говорит Батюшка Я Не Знаю Исповедоваться В Этой Грех Или Нет Грех Лени Грех То Есть Она Шоковый Момент У Меня Изначально Это Даже Грехом У Кого Слабое Пищеварение Можете Переключить Этот Канал Пока Значит Он Говорит Мы С Моим Парнем Долго Встречались Хотели Ребеночка Много Лет Мы Конечно Не В Браке Но Все Равно Хотели Деточку И У Нас Не Получалось И Вот Я Зачала Забеременела Тест Показал Что Я Беременна И У Моего Парня Как будто Перемкнул Он Стал На Меня То Ругаться То Еще Что То И Сказал Пока Маленький Срок Делай Аборт Или Я Или Ребенок У меня Шок Мы Столько Лет Хотели Ребенка Даже Лечились Чтобы Ребенка Зачем Почему Так На Что Он Говорит Я Думаю Что Если Он Родится Ты Больше Будешь Внимание Ему Уделять А Меня Вообще Забудешь А Я Хочу Быть Один В Твоей Жизни Он Говорит Я Забираю Вещи И Как Только Ты Сделаешь Аборт Ты Мне Позвони Я Вернусь Если Нет Не Звони И В таком Состоянии Он Оставляет Эту Девочку У Девочки Шок Полу Сходить С ума Состояние Аффекта Она Наглоталась Таблеток Такой Констракцепции Чтобы Сделать Спровоцировать Аборт Этот Ребеночек Если Можно Так Сказать Вышел И У него Происходит Надлом Она Видит Берет Грубо говоря То что Вышло В руки И Понимает Что Это Ребенок И Вот Это Состояние Аффекта Когда Человек Уже Не Понимает Что И Не Соображает Что Он Делает Она Берет Этого Ребеночка Жарит Как Яичницу И Съедает Ой Кошмар Какой Горщик Представьте Мне Это Было Съю Уз Слышать Я Плакал Стоял Я Деточек Люблю Я Стоял И Плакал Возвращаясь К началу Вопрос Стоит ли Мне 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 Это Кается Вот Эта Девочка Потом Когда Объяснил Хотя Даже Я Не Знаю Зачем Надо Было Это Объяснять Это И Так Понятно Что Это Грех Что Это Убийство У Этой Девочки По Большому Счету Наступил Ад В Душе Когда Она Стала Когда Постепенно Престало Приходить Осознание Когда Мозг И Душа Ее Стало Отрезляться Что Она Сделала Мне Кажется Что Она В состоянии Аффекта Находилась Плоть До И И Ад Может Начаться По Сути Изнутри Нас Вот Как У Этой Девочки Как Допустим Человека Который Случайно Который Насмерть И Всю Жизнь Этого Гложет То Ад Может Быть И На Земле Даже Скажем Так Но Можно И Благодаря Той Или И И Ситуации Как Противовес Все Таки Вот К примеру Каким Образом Вот Эта Девочка Сделала Аборт Таким Способом Она Могла Ну Я Как Можно Было Выйти Ситуации Да Естественно Каяться В этом Грехе Может Бы Даже Неоднократно И Стать Определем Таким Волонтером В Оффлайне В Онлайне Когда Бы Она Стала В том Числе Делиться Своим Опытом И Призывать Сохранять Деточек Участвовая В том Числе В разных Акциях В Противоабортных Чтобы Сохранять Жизнь И Кто То Из Ее Слушающих Мог Бы И Сохранить Противовес Противовес Вот Поэтому Ад Может Начаться И На Земле А Вот Продолжится Леон По Нашей Кончине Уже Зависит От Нас Ну Это Не Самое Страшное Поверьте Таких Историй У Батюшек Много И Сплошь И Рядом Не Самое Худшее Что Можно Рассказать Самое Худшее Естественно Я Рассказывать Не Буду Так Тут Вопрос Поступил Что Такое Клятва И Почему Нельзя Клясть Клятва Это Обещание Сам Господь Священном Писании Говорит Словом Оправдайтесь Словом Осквернитесь Пусть Вам Будут Слова Ни Ни Ее То Нет И Да Почему Клятся Нельзя Потому что Это Такой Залог Который Ты Отдаешь Который Не И Не И И И И И И И И Если Ты Нарушаешь Как Минимум Отвечаешь Ты Как Минимум Отвечаешь За Это Твои Близкие Во Время Соборования Даже Читается Молитва Под клятву Священническому Попал Своему Проклятию Или Родительскому То есть Клятва Или Проклятие То есть Клятва Это Завет А проклятие Это Скажем так Противоположно Негативное То есть Ты Наложил Определенное Бремя В негативном Смысле За него Ты Отвечаешь Сам Безусловно Если Человек Невоцерковленный Неверующий Безбожный Ну и К нему Может Прилепиться По Проискам Лукавых Поэтому Безусловно Если Поверь Причащается И Име Духовную Скажем так Защиту Как Минимум Как Спецназовец Который Идет На штурм Не С палочкой А С автоматом Не В мачке А бронежилете Так Где о вас Можно Прочитать Извините Интересно С кем Общаемся Ну Вижу Логотип Одноклассников Сомневаюсь Что это Администрация Ну В любом Случа Есть Страница В Одноклассниках Священник Константин Мальцев Есть Ютуб Канал Боголюб Есть В Вконтакте В Инстаграме Священник Константин Мальцев Пожалуйста Заходите Смотрите Так Дальше Читаем По ушам Ездишь И не гони Так я ж не шумахер Чтобы гнать Так А не грех ли Что я Взрослая Женщина Хочу верить Только в Добро Бога А моя Душа Отрицает Ад Да отрицать Его Абсурдно Бессмысленно Отрицать Потому что Он по факту Есть Об этом Говорят И святые Отцы И Господь Сам Говорил Что Вспомните Притчу О Лазаре И богаче Ад Есть И куда Он в третий День Спустился В третий День Спустился Чтобы Узы Праведных Разрешить То есть Освободить Праведников Которые Ждали Господа Которых Освободить Возьмет В рай Потому что Райские Врата Были Закрыты Для Всех После Грехопадения Адама И Евы Он Есть Другое Дело Что Мы О нем Должны Пометовать И Делать Противоположные Дела Противоположные Адским Скажем так Как Напоминание Да Но Никак Депрессия Что Ой Все Я Попаду Туда Так Ты Хоть Что Сделай Чтоб Не Попасть Так Вениамин Не Нравится Выходить Тут Никто Молодец Заступник Мой Тут Помощник Крещена Верую Но Не В Церковь Не Хожу Грех Грех Объясняю Почему Церковь Это Единственное Место Для Измученного Мира Невозможно Быть Ближе К Богу Если Ты Не В Храме Храм Дает Возможность С помощью Таинств Данных Богом Приблизиться К Нему Еще Больше Соединиться С Господом Посредством Причастия Храм В первую очередь Сам Господь Заповедовал В Ветхом Завете Моисею Сделать То есть Первый Храм Это Была Скиния Также Мы знаем Что Святые Атты Говорят Где Двое Или Трое Во Имя Мое Как Господь Говорит Там Я Посреди Них Поэтому Безусловно Церковь Это Люди И Архитектурное Строение Где Церковь Кто Собирается Для Молитвенного Общения С Богом Поэтому Храм Нужно Ходить Не вижу Должна Быть С Богом Храм Вот Представьте Что Вы Больной Человек А больницы Нет Ну Можно Самолечением Позаниматься Травками Полечиться Можем Может Чуть 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 Поможет А Если Вам Нужен Хирург Чего Делать Будете Сами Себя Резать Вот Для Вашей Души Нужен Врач Впереди Это Господь Помощник Скажем Так Его Служитель Достойный Любой Священник Ну Все Других Вариантов Нет Почему Вы Не Рассказываете О том Как Бог Уничтожил Всех Первенцев В земле Египта Ну Во-первых Не В Египте Вы Видать Не Читали Священное Писание В Египте Младенцев Господь Не Уничтожил Если Вы Говорите О 14 Тысяч Вифлеем Убийных Это Не Египет Это Израиль Сегодняшняя Палестина И Уничтожил Их Не Господь А Ирод Если Вы Мне Скажете Почему Господь Это Допустил Конечно Господь Не Хотел 14 Тысяч Младенцев Я Понял О чем Вы Говорите Сейчас Я Отвечу На Ваш Вопрос Константин Мне 14 Тысяч Говорите Я Понял О чем Вы Говорите Сейчас Я Отвечу Вот Все Таки За 14 Тысяч Младенцев Если Вы Не Против Я Дорасскажу Значит Говорят Что Это Стали Первые Мученики За Христа И Господь Дал Возможность Им В Ангельском То есть Ну Если Можно Так Выразиться В Ангеле В Чистоте Души Прийти К Господу Почему Это Даже Стало Для Них Определенной Наградой Мученический Венец В Плане Рая Да Потому Что Если Бы Эти 14 Тысяч Не Были Убиты То Спустя 33 Года Плюс Минус Да То Они Бы Кричали Потом Раз Небесно Потом Уже Точно Не Получили Это 14 Тысяч Младенцев Константин Спрашивал За Египет Я Сразу Не Понял В чем Вопрос Тут О Казнях Он Имел Ввиду Ветхозаветные Казни Когда Моисей Пришел Фараон И Говорит Отпусти Нас Отпусти Мой Народ Народ Божий И Фараон Не Отпускал И Последней Казнью Было Убиение Младенцев Скажем Так Первенцев Но Опять Таки Было Девять Разных И Нил Стал Кровью И Мухи И Саранча Еще Только Не Было Можно Перечислять Много Чего Девять Было Перед Тем Как Пришла Казнь Младенцев Скажем Так Дана Была Небина Выбора Людям А последнее Уже Было Попущение Жестокое Может быть Жестокое Но В той Ситуации Наверное По-другому Уже Нельзя Было Вы Знаете Тут Можно Вообще Мудровать Можно Вспомнить О смертной Казни Хорошо Ли Это Плохо Ли Это Безусловно Человек Не имеет Права Решать Жизни Но Порою Плеседь Может Заразить Всех И Погубить Всех Это Как Нагрена Если Ты Ногу Не Отсечешь То Погибнет Все Тело Так И Здесь Так Ребят Давайте Задайте Вы Вопрос Потому Что Тут Еще Понаписали Несколько Тут Вопрос Письменный Власть Ну Что Мы Вкладываем В понятие Власть Разрешено Ли Ему Испытывать Человека Порой Да Вспомните Праведного Ио Лукавый Пришел Ко Господу Говорит Вот Он Такой Верующий Но Я Сомневаюсь Что Он Будет Иверен До Конца Позволь Мне Его Испытать И Господь Дозволяет Его Испытать Что Такое Власть Вот Если Человек Отдает Свою Душу Лукавому Он Становится Одержимым Бесноватым Человеком Вот Тогда Лукавый Имеет Власть Над Ним Поскольку Человек Сам Захотел Чтобы Над Ним Был А Раб Одержимости И служения Лукавому Вот Здесь Может Иметь Власть В остальных Случаях Лукавый Ничего Не Может Никакого Вреда Принести Человеку Если Он Маломальский Хотя Бы С Богом Думаю Да Так Читаю Так Ирина Дорогая Не Грех Но Кому Церковь Не Мать Тому Бог Не Отец Простите Меня Пожалуйста Ну Есть Доля Правды В ваших Словах Алексей Здравствуйте Здравствуйте Без Любви Ад На Земле Кстати За ад Я Что-то Так Развил Эту Тему А по Сути Что Хотел Сказать И не Сказал Основное Ад Это Единственное Место Где Нет Не Пребывает Господь В Своей Любви То Место Лишенной Любви Божьей А где Нет Любви Божьей Там По сути И Ад Ну А если Мы Глобально Маде Это Уже Место Расплаты За Грехи Так Дальше Пойдем Первое Место Наши Привет Привет Так Не Хотелось Бы Узнать Кого И Хотелось Бы Узнать Кого Иисус Называя Диав Говоря Придя К Иуде Ваш Отец Зиав Назвав Их Бога Ях Ягова Но Христиане Тоже Ну Давайте Яхва Савов Адонай Егова И Другими Имена Это Имена Божьи Никто Их Не Отрицает Просто На Егове Мы Не Зацикливаемся Как Единственное Имени Божьем Это Одно Из Имен Божьих Относительно Вы Дети Дьявольские По сути Это нареченное Такое Воссказывание Потому Что Они Были Строптивы И Жестокосердечны А Человек Жестокосердечны По сути В коей-то Мере И Одержимы Поэтому Можно Так И Выразиться Так Господи Помимо Волосы Я Дошел До Комментариев По поводу Своего Рассказа О Девочке Так Сегодня В церкви Вообще Коммерческая Структура Стала У порога Прискуранты Висят Вы Не печатьтесь Мой дорогой Алексей Сегодня К сожалению В церкви Нету Десятины Как Было Это В царское Время Когда Каждый Верующий Православный Человек Считая Себя Частью Того Или Иного Прихода Храма Десятую Часть Своих Доходов Давала На церковь И тогда Церковь И безвозмездно Ухаживала За пожилыми Содержала Какие-то Приюты Совершала Все требы Все таинства Безвозмездно Люди Приносили В храм Свечи Церковь Их чаще Всегда И сидела Также Безвозмездно Раздавала Потому что Была Десятина Сегодня Нету Десятины К сожалению Поэтому И появляется Вот такая Рекомендательная Цена За то Или иное Это от Безысходности Ну Давайте Представим На секунду Закон Потому что Нужно платить Коммуналку Нужно платить Сотрудникам Храма Они Хотят Кушать Как минимум Батюшка Хочет Кушать Его Семья Как минимум Платится Земельный Налог Как минимум Те свечечки Иконочки Тоже Где-то Нужно Купить Где Брать Деньги Нету В Клюви Никто Не Приносит Если Можно Так Выразиться На то Что Могут Пожертвовать Это Нереально Поверьте Моему У меня Отец Священник Нереально Еще Есть Налоги Подоходные Налоги Есть Ипархиальные И тому Подобное Поэтому Это Безысходность Была Б Десятина Я Сказал Слава Тебе Господи Что Я Живу В Время Поэтому Не Печальтесь Мой Дорогой А Лучше Подумайте Как Вы Можете Стать Добрым Помощником Того Или Иного Храма Судить Может Любой А Вы Сделайте Что Лучше Так Не Ходите Ничего Не Покупайте Да Согласен Ничего Не Покупайте Придите Просто Помолитесь Вас Никто Не Заставляет Никто Не Заставляет Что Пожертвование На Храм Да Согласен Так Константин Здравствуйте Здравствуйте Такие батюшки Которые Хочется Равняться Ищите Лучших Батюшек Но Не Копайтесь У них В трусах Потому Что Начинает Тот Не Такой Этот Не Такой Но Ты На Себя Посмотри Ты Какой Ты Куда Пришел Ты Прокурор Допрашивать Пришел Или Ты Пришел В храм Чтобы Душе Своей Помочь Так Ладно Пойдемте Дальше Да Ирина Согласен Сказал бы Что Нету Я Нищий Помогите Батюшка Я Ни разу Не отказал За себя Лично Отвечаю Так Пошли В храм Если Ваш Который Беру День Сколько Дадите Есть И такие Фейки Сектантские Вот У нас Еще Один Тролль Пришел Батюшка Позвольте Спросить Сколько Вам лет И Женаты Левы Анна Смотря на Вашу Красивую Фотографию Сразу Четко И быстро Отвечу Женат Есть Детки И мне Тридцать Четыре Года Пошли Следующий Вопрос Отвечать Так Ладно Конечно Батюшка Женат Все Священники Женаты Рукополагают В священнике Не рукополагают Без жены Да Ну давайте Для общего Развития Две категории Есть священство Белое И черное Духовенство Белое Это Женатые Священники Черное Духовенство Это Монахи Живут в миру За очень редким Исключением А чаще всего В монастырях Где нет Женщин Слава Богу Скажите Ивашка Как Могут Помогать Картинки С Нарисованные Покойниками Вот еще Где-то В Сам Помогает Молитва И те Святые Которые Обращают Свои Молитвы Ко Господу Или Сам Господь Не Картинки Помогают А Помогает Источник Этих Картинок То есть Безусловно Это Господь А картинки Как вы говорите Иконы Это Напоминание Нам О тех Святых Угодниках Которые Заслужили Добрый Ответ Господа И Нам Дали Жизненный Свой Пример Или Сам Господь Богородицей Так Дальше Пойдемте Не та Церковь Стала Не те Люди Стали Мой Дорогой И чем Дальше Тем Хуже Люди Не умеют Сегодня Оправдывать Люди Не умеют Друг Друга Защищать Не Люди К сожалению Готовы Съесть Друг Друг Друга Нежели Оправдать Полюбить Защитить Так Анна Батюшка Константин Трое Детей Три Четыре Года Вот Мумичка Ирина За меня Уже Ответила Отвечаю Просто Батюшка Вам Вам Ответил Тоже Да Все Правильно Ирочка Крещена На реке А не в храме Ну Замечательно Если Православным Священником То Крад За вас Так Крест Ничем Не помогает Это Рукотворное Вы знаете Я на эту тему Вспоминаю Случай один Когда Такие Агрессивные Протестанты Мы шли С одним Монахом Поговорите Давайте поговорим О Боге Вы же Любите Бога Вот Мы О любви О Боге Говорим И этот Монах Говорит Ну раз Вы любите Бога Бог Вас Благословит Во имя Отца И Сына И Святого Духа Реакция Была Молниеноская Злые стали Почему Ты нас Крестишь Ты Кто Такой А он Говорит Вы же Бога Любите Вы же Меня Любите Чего Ж Вы Злитесь Не Надо Нас Крестить А Вы Говорите Ничего Не Не Делает И Никак Не Реагирует Так Ладно Давайте Дочитаю Что он Тут Пишет Это Рукотворное Творение Я лично Сломал Крест И Никакая Молния Меня Не Не Поразило Может Якобы Чудо Само Себя Не Защитит Он Просто От Простого Смертного Я Искренне Вам Сочувствую Хотя В том Что Вы Безымянный Человек Боязливый Человек Человек Смертный И Честный Он Себя Называет У меня Написано Кто я У вас Не написано К сожалению То Что Вы Сломали Крест Но Не От Большого Ума В чем Поразил Вас То Что Ум У Вас Очень Благоразумный Человек Этого Бы Не Сделал Поэтому Разуми Вас Милосердный Господь Чтобы Вы Осознали Это И Покаялись Пойдемте Дальше Ты Большой Человек В От Травки Нет Мне Она Не Нужна Лето Придет Будет Травка Будем Лежать Так На Ней Радоваться Этой Зелени Так Всем Привет Врач От Слова Лекарь Лечить Я Думаю Это Слово Блудие Хоть Как Аслани Назови Он Все Равно Осел Врач Тот Который Служит Богу Через Служение Людям А вот Не Врач А Наемник Бабло Срубить А не Людям Помочь Так Понят Ледь Наш Бог Это Не Крест Не Икона Богу Иначе Отсветит Вечен Не Предавайте Сотвори Предмет Это Сатанизм Барюшка Ты же Знаешь Ветхом Ветхом Завете Так У меня Уже Тут Телефон Мигает Что Нужно Завершать Эфир Ветхом Завете В Скини Которую Сказал Господь Сотворить Был Ковчег Со Скрешалями Божьими Завета Заповеди Божьими И Этот Ковчег Сверху Завершался Ангелами Которые Сложили Крыльями Святая Святых И храмовую часть Разделяла Завесом А на стенах Также были Изображены Ангелы Ангелы Архангелы Это было Первое Изображение Святых Потому что Святость Это признак Близости К Богу Сам Господь Повелел Моисею Изобразить Их Вот оттуда Как минимум Мы берем Сегодняшнюю Инконографию А как максимум Сам Господь Пришел Очеловечился Дал нам Спасни рукотворный Дал нам Туринскую Плащаницу Тем самым Если бы не было Его Святой На то воле То Мы бы его И не видели И не знали Поэтому Не нужно Мудровать Что за Брят Если ты Животных До Если Животных До позора Мы Редкие Обезьяны Мы Животные И это Все Проявляется На память Нам Об этом Копник Бывший Хвост Сегодня Вообще Чудотворцы Такие Ну хоть Настроение Поднимает И то Хорошо Но если Вы От Обезьяны Я Искренне За вас Рад Почему Потому Что У вас Много Родственников В зоопарке Прыгает По клеткам В цирке На всяких Аттракционах Выступает Ну Хотите Вы Произойти От Обезьяны Но я Рад За вас У вас Много Родственников Ну Что Я На этом Могу Сказать Поздравляю Так Элахим Это Значит Севрита По вашему Если бы знал Быстро Ответил Не могу У нас Вот есть Тут Один Человек Который Хорошо Владеет Ивритом Он Вам Ответит Надеюсь В чате Здесь У нас Врач Врачующая То есть Есть Колдун Вертев Вращать Откуда Вы Все Это Берете Вот Я Просто Ну Ладно Анечка Яхве Поклонись И в то Время Бла Бала Почитали Золотые Тельцов Не искушайте Этого Дебила Ну Это За Меня Наверное Что-то Я Насколько Помню Изначально Были Лекари Волхвы Ведьмы И так Далее Изначально Их Вообще Не было Изначально Были Скажем Так Врачи Которые Не волховали Не колдовали Скажем Так Силою Молитвы Обращенную Богу Господь Их Исцелял Это Разные Люди Были И Пророки И Судьи И Жи С ними Главный Врач Был На всеми Господь В первую очередь А мне Кажется В эфире Все Нормальные Люди Батюшка Скажите Экуминизм Это Ересь Это Страшно Экуминизм Это Синтез Всех Вер В Одном Винегрете И По сути Где По Большому Счету Бога И Нет Есть Любовь Среди Мужчины И Мужчины Если Разратная Есть Похотливая Блудливая Есть Но Нечистая Это Любовь И В таком Браке Ребенок Не Рождается Это Биологически Абсурдно Как Минимум Слава Богу На Сегодняшний День Так И Экуминизм Это Духовная Пошлость Над Богом Сколько У вас Ботов Стало Почему Церковь Наша Стала Указывать Где Мы Она Не Указывает Она Изначально От сотворения Мира Записывала В одной Книжке Которую Наверное Никогда Не Видели Не Слышали Называется Библия И Вот В этой Книжке На Протяжении Многих Столетий Тысячелетий Написано Было Как С Богом Общаться Как Молиться И Сам Как Сын Божий Пришел На Землю Как Сам Молился Обращался К Господу И Учил Если Вы Не Помните То Господь Учил Молитве Очень Наш А Церковь Это Сохраняет Так За Экуминизм Ответил Она Звук Один Он Един Церковь Не Дает Указаний Кому Веруешь Не Веруешь Дело Твое Все Правильно Вы Так И Не Ответили Я Думаю Здесь Ответят Я Не Сильный Специалист Евритин Так Элохим Элохим Для вас Выхрани Я могу ошибиться Не хочу Лукавить Коверкать Слова Как бы Священного Писания Речь идет Но Боюсь Висковеркать А корчить Себя Очень Умного Я не Хочу Извините Но Я мог бы Понять Только Учение Христа Родомира Но Это Уже Язычество Мой Дорогой Но Когда Все Посмешали Иудеизм Все же Доминирует Называя Себя Богоизбрым Народом А Гоеви Почти Зверьми Оно Ведь Основа Христианства Именно Я дочитаю Что вы Пишите Я по сути Понял О чем Речь идет Естественно Славянская Письменность Благая Керимову Фодию Произошла О Древней Русичей Может быть Естественно Еще какая-то Была Письменность Никогда Сильно Этим Не озадачивался Но Скажем так Отрицать Что Русь Стала Русью Благодаря Крещению И князю Владимирову Конечно Это Абсурдно Вот Дальше Сейчас Идешь В храм И Хочешь Купить Икону Почему-то Называется Натыкаяся На Бюстик Путина Он Дарует Средняя Зарплата Прихожан Не знаю Я на деньгах Еще Бюстика Путина Не видел Поэтому Даже не знаю Чего вам Ответь на это Почему Есть Завет Что Не Навреди Почему Есть Завет А ты Кормишь Государство Налогами Налогами Если Может Так Выразиться Все Кормим Потому Что Мы Живем В этом Государстве Мы Законопослушные Граждане Мы Платим Эти Налоги А Церковь Тем Паче Поскольку Она Не Против Закона Живет А В Законе В Первую Чуведь В Законе Божьем И В Законе Государственном Здравствуйте Отец Пушинские Горы Ну Если Можете Ездите Главное Чтобы Молились Так Батюшка Мои Вопросы Не Видите Я Олег Я их Вижу Я Просто Не Хочу Ошибиться Поэтому Не Хочу Мудровать Вы Простите Пожалуйста Буквице Буквице Сокращенному Знанию Ну Ей Была Кириллица Буквица Определенный Исторический Скажем Так Пласт Нашей Истории Поэтому Как я Отношусь Было Слава Богу Развилось Лучшее Слава Богу Хотя Если Сравнивать Русский Язык И цирконно Славянский Конечно Цирконно Славянский Он более Глубокий Более Ну Допустим Сказать Щека Да Или Ланита Рука Или Десница Конечно Цирконно Славянским Более Красивее Но Тем Не Не Так Ребята С скайпа Задайте Вопрос А то Я Уже Увлекся Здесь Чатом Ребята Вы скайпе Здесь Нет Скайп Здесь Леша Так На данный момент Сейчас Могут Быть Монастырские Браки Слава Богу Нет Я такого Еще Ахинеи Не слышал Что в монастыре Могут Монастырские Браки Между Кем Монахами Ну Может Там Каких-то Протестантов Может Есть Прости Господи Ибо Они Ведают Что Творят Так Спасибо Батюшка Очень Духотре Налицо У вас И добрая Улыбка Всех благ вам Спасибо Господи Янечка Благодарю Скайп У вас вопрос Есть Есть вопрос Давайте Дерзайте Считается ли Вот Грехом Аборт Вот Если Женщина Узнает Что у нее Ребенок Родится Больным Разваляется Только В одном Случае Если Это Грозит Жизни Матери Во всех Остальных Случах Аборт Недозволитель Только Если Смертельная Опасность Жизни Матери Все В остальных Случах Мы рожаем Воспитываем Какой Рожай Ответил Да Спасибо Умничка Так Читаем Дальше Сергей Кстати Мне хотелось бы Узнать Что Батюшка Знает Об Исаевском Соборе Ну Что Рассказывали Вот Когда я был В Питере В Исаевском Соборе Не все Конечно Помню Но Интересно Было Посмотреть На Архитектуру Я На своем Ютуб Канале Боголюб Уже Смонтировал И Выгрузил Как мы Посещали Некоторые Святые Места В частности Храмы Санкт-Петербурга Можете Посмотреть Все Что В этом В этих Материалах Есть То Я и знаю Что-то Конечно Подзабыл Так Уважаем Подождите Батюшка Ответь Так Я понял Спасибо Привет Привет Здравствуйте Есть ли Бог Есть Раскрой Секрет Батюшка Учится В Питере Да В Санкт-Петербургской Академии Руслан Есть Написано В Старом Завете Что нельзя Кушать Свинину Уже Отвечал Баран Как ты Не знаю Если Обо мне То Замечательно Хоть Баран Хоть Осел Лишь бы Божий Овечка Так Отец А курить Грех Да Курение Это Постепенный Суицид Поэтому Кости Конечно Грех В сигаретах Сегодня Даже Табака Как такого Нет Однохимия К нему Пришли Те волхва Да Это были Персхитские Князья Цари Или царя Да Правильно Так вот На гравюрах И В Кельтском Соборе На Ларце Образ Двух Мужчин В одной В одной Женщины Слава Богу Такого Не видел Что Двое Мужчин В одной Женщине И Их Ладно Хорошо Олег И что Так Компания Вперед Ногами Предлагает Вам Услуги Гробов Смотрите Смотрю У нас Столько Этих Самых Тробей Я Аж Прям За вами Соскучился Так Батюшка Нужное Дело Нужное Дело Делать Спасибо Гос И вас Благодарю Так Урих Действия Правильно Правильно Домовой Есть Есть Но Кто Такой Домовой Это Бес В Явном Своем Проявлении Видите То Пора Не В Колокола А В Набат Да А может Даже В Набат И Все В Колокола Звонить Так Наверное Есть Благодарю Благодарю Нижнюю Благодарю Дальше Дальше Здравствуйте Батю Батюшка Вся Эта Ересь От Невежества С наступающим Вас Спаси Господи Ольга Верьте Господа Спасибо Батюшка Дай Вам Бог Терпение Буквы Читая Комментарии Твое Терпение На Пределе Да нет В принципе Они Меня Даже Забавляют Понимаете Если Я Начну На Них Как-то Жестко Агрессивно Реагировать А чем Лучше Я их Это И Нужно Да Я их По сути Если Они Уже Начинают Перегибать Палку Дозволительного Скажем Так Хамства Там Мат Или Еще Что-то Ну Заблокировать И Все Это Глупость Ну Че На глупость Реагировать Так Сын Божий Это Неправильно Сказано Иисус Про Иисуса Бог Прич Причист От детей Неправильно Духа Святаго А Дух Святой Дух Бог Дух Есть Бог Вот Поэтому Это Бог А по Человеческой Природе От Богородица От Мария От Мария Да По вашему Родился Человек Поэтому В Христе Сочеталось Две Божественные Природы Божественная И Человеческая У вас же В Коране Есть Сура Мария Я Правда Цифру Точно Не Помню Но Она Есть Мне Сам Ул Об этом Говорил Так Барат Как Ты Да Все Замечательно Благодарю Николай Бога Нет Мария А Кто Есть Тогда Бог Надо Об этом Задуматься Пока Не Позно Если Бога Не Будет У вас Ничего Другого Не Остается Представьте Если Бога Нет Вы Ничего Не Теряете А Если Бог Есть А Вы Не Верите Не Не Принимайте Вы Теряете Все Вот С Этой Точки Зрения Попробуйте Подумать Мария Сочувствую Вам Вот Когда Человек Умирает Он Перерождается Нет Не Перерождается С точки Зрения Православия Душа Делать Свой Один Жизненный Путь Проходит И Идет Богу Отвечать Получать Или Награду Или Уже Наказание В Православии Нет Реакарнации Перерождение Не Имеется Это В Буддизме Бога Нет Есть Я Бог Есть И Вы Есть Чут Нашними Делами Можно Богу Богу Кесаря Кесаря Пошли Помолились В Храме Пришли Дома Потрудились Так У меня Остается 10% Зарядки Нет Немножко Ускоряемся По вопросам Что успеют Отвечу Если Еле Нашла Ваш Чат И Вообще Ок Лайф Спасибо За Трансляции Выкладывайте Пожалуйста Расписание Эфиров Что ли И на Какой Площадке Я так Предполагаю Что это Ребята Нашли Наконец Так С Ютуба Здесь Постоянно Ведются Трансляции Каждодневно Почти Батюшкам А я В частности Веду По воскресеньям В 8 Вечера Любовь Дальше Так Ладно Давайте Глупые вопросы Не буду читать Чтобы нормальный Почитать Так Значит Бог Илохим На еврейте Значит Бог Да Только у еврея Бог Во множественном числе И у него Много Если мы Вспомним Сотворение Человека Мы Вспомним Что Когда Человека Господь Сотворял Такие слова Мы прочитать Можем Сотворим Человека По образу И подобию Нашему Это уже указывает Что не монотеизм А как минимум Троица Отец Сын Дух Святой Были Предвечно То есть До сотворения Видимого Мира Что-то Читая Что-то Уже Не читая Чтобы Сэкономить Время И не Останавливаться Будущее За Родовыми Поместьями Тогда Возникает Держава Ну Имперское Время Я бы с радостью Вернул Но с учетом Что Была Единоверие Православие Константин Вы Ответили Иудаизм Основа Христианства Нет Христианство Идет От Христа А Иудаизм По сути Это Вероисповедание По большому счету В Одного Бога В монотеизм По большому счету Если бы Иудеи Веровали Скажем так В Мессию Как Бога То Они бы Его приняли А не распяли Вот и все Просто Как мы Читаем В том же Самом Священном Писании Что Исаия Пророк И Данил Пророк И Зики Вам говорили А вы ничего Не поняли Так Мария Бог Ездал нам Отсрочку До судного Дня Несмотря На грешника Во Благах И Не Задумайте Грешнику Во благах Живущему Ладно Дальше Константин Ненормальный Профессиональный Скажем так Травник Бесятина Если Относительно Первый вопрос Быстренько Напомни Что делать Если С теми Кто тебя Ненавидит Господь Говорит Благословляйте Их То есть Вот по сути То что пишут Ненормальные Комментарии Сейчас Это люди Ненавидящие Церковь И в моем лице Всю церковь Что я делаю Я улыбаюсь На их глупость Все Благословляйте Благословляйте Дай Бог вам здоровья И в разумлении От Бога Вот и все Хорошо Так Так Дальше Дальше Ирина Ты Так А ты Видела Эту душу А вы Видели Разум Каждый человек Говорит Что У него есть Разум А показать Никто Не может Поэтому Вот вам Банально К душу Вы не видели Но и разум Показать Не можете Так Та-та-та Шатает И пью Батюшки Все Уша Ушают И пьют Не знаю Я негативно Вообще К алкоголю Отношусь Значит Уже Не все Батюшки Кошка Кошка Которая 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 Вот люди Вам не стыдно Когда вы Такую ахинею Себя Называете И потом Хотите Что к вам Серьезно Кто-то Относился Серьезно Ваши Посты Какие-то Или Комментарии Слушал Вы Сами Себя Не уважаете Вам Дали Родители Как минимум Имя А вы А вы Его Стыдитесь Чтобы снять Ограничения В друзьях Ничего Не получается Поэтому Друзья Добавить Никого К сожалению В одноклассниках Не смогу Вконтакте В фейсбуке В инстаграме Могу Подобавлять В одноклассниках Уже нет Так что Простите А если Там Кого-то Удалить Тоже Добавить Ну Как В принципе Если удалить Мож И можно Место Освобождается По логике Но Надо Конечно Почистить Мож Кого-то Можно Добавить Так Вновь Скрывает И Не договаривает Может быть Не знаю О чем Вы речь Ведете Так Основные Различия Между Идеизм И христиан Составляют Три главные Догматы Христианства Первородный Грев Второй Пришествия Христа Христа И искупления Ну В принципе Есть И такое Троица Иудеи Не верят Троицу А православные Христиане Веруют Троицу Бога Отца Сына Истагодуха Так Бога Мы Все Верим Но Служители Церкви Ведут Себя Ужасно Согласен Есть Такие Согласен Простите Господи Чтобы Они Не позорили Церковь Считаете Ли Вы Считаете Ли Батюшка Мусульман Братьям По вере Ну Не совсем Потому что Братья По вере Это единомышленники Так 30 секунд У меня эфир Уже отключается Ваша батарейка Садится Простите Если кому Уже не успел Ответить Всем Дай Бог Вам здравия Храни Господь Это был Священник Константин Мальцев Проект Батюшка Лав Батюшка Любовь 15 секунд Телефон Сейчас просто Выключится Батарейка Села Благодарю вас Мои дорогие Простите Если кому Что не успею Ответить С Богом Спасибо Большое Благодарю вас